добрый день дорогие друзья сейчас я хочу поделиться с вами тем как я размножаю фиалочки фиалки я буду укоренять свои листиками и хочу поделиться с вами вот у меня осталось на сегодняшний день всего две фиалки раньше у меня было много сортов 12 наверно фиалок было но все они пропали почему они пропали сейчас я вам расскажу это было конечно не моя вина нет пропали они не от того что я не знала как за ними ухаживать или халатно относилась к ним просто по вынужденным обстоятельствам в четырнадцатом году нам пришлось все бросить все оставить на произвол судьбы и уехать и вот из этих всех фиалок которые я вам покажу сейчас осталась одна фиалка это фиалка называется королевский сапфир вот она самая стойкая она выжила и сейчас я хочу ее размножить она уже как бы старенькая нужно омолодить листики укоренить чтобы были молоденькие они тогда будут лучше цвести давать пышное цветение но а сейчас давайте посмотрим какие у меня были фиалки и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас вот давайте вместе с вами будем укоренять. Наверное все знают, что от укоренения и до цветения придется долго ждать, примерно 9 месяцев. А я сегодня хочу показать, как более быстрыми методами можно укоренить листик фиалочки, чтобы она быстрее зацвела. Для того, чтобы быстро получить детки, я беру листики не из нижнего ряда и не из среднего, как обычно всегда мы раньше брали, а беру ближе к средине. Ну вот такой вот где-то листик к средине я беру, чтобы он был не сильно старый, не крупный. Ну примерно вот так вот. Не отрезаю я его ни ножом, ни скальпелем. Просто отламываю и все. Вот отломила я такой листик. Теперь нужно его укоротить. Это слишком стебелек большой. Где-то вот так вот я тоже беру, переламываю его, не режу. Просто обломила. Вот. И буду укоренять его. Вот этот листик буду укоренять. И вот с таких вот маленьких листочков можно намного быстрее получить детку, чем из листочков нижнего или второго ряда. Дело в том, что у молодых листиках находится в разы больше гормона гиберлина. Это гормон прорастания. Ножку я делаю небольшую. Ну такую вот сколько тут, сантиметра 4, наверное, оставляю. Ну вот я приготовила 2 листика. Это с вот этой фиалочки будет 2 листика. И теперь и с этой еще 2 листика возьму. Это очень красивая фиалка, которую подарила мне Кума в этом году. Где-то в октябре, в ноябре. Вот она такая розового цвета. И по краям ажурная какая-то, как бахрома зеленая. Очень красиво смотрится. Листики вот эти вот нижние надо пообламывать. Видно, на солнышке немножко подпеклись. Ну тоже я из этих, из этой возьму фиалочки примерно вот так же. Такие листья парочку. Вот этот возьму сейчас. Ну и вот этот вот, наверное. Вообще эта фиалка, она разросшаяся. Она мне как ее дала, я пересадила. Сейчас там много уже появилось деток. Ее нужно пересадить. Землю для фиалок я беру готовую. Покупаю вот такой вот субстрат у меня для фиалок специальный. Ну это хороший, влажный. Это я покупала в прошлом году. Пересаживала свою, как она называется, я забыла. Глоксинью. Глоксинью пересаживала. И вот немножко осталось. И этот грунт тоже он идет и для синполий, для фиалок, для всего. Для глоксинь. И еще вот такой у меня грунт есть. Но это уже старый грунт. Что-то он смотрел сухой совсем. Сейчас я буду наполнять этим грунтом стаканчики. Стаканчики я буду брать вот такие вот небольшие. Они уже у меня проколаны. Дырочки у них. В прошлом году я в эти стаканчики высаживала огурчики для рассады. А сейчас всегда с осени я их мою и убираю. Пользуюсь уже несколько лет. Сейчас посажу сюда фиалочку. Листики фиалки. Вот я пересыпала грунт из вот этих пакетиков. Вот этот грунт у меня покупала я для глоксиньи. В прошлом году пересаживала вот такой вот. В такой упаковочке красивой. И грунт очень хороший. И еще один грунт я брала, смешала его до кучи. Вот такой вот субстрат у меня для фиалок. Тоже хороший, свежий. Вот он весь прям воздушный. Сейчас я буду насыпать в стаканчики его. Вот один уже насыпала. Дополняю немного. Насыпаю в стаканчики. Немного увлажню его. Видно, не видно. Вот так вот. Стаканчики насыпаю полные. Вот я приготовила 4 листика. 4 сейчас укореню. Вот последний, четвертый. Как раз, наверное, хватит земельки. Да еще и останется. Вот теперь сейчас вот эту землю нужно увлажнить ее. Хорошо сбрызнуть. Вот сейчас я увлажню. Все стаканчики. Так. Так. Вот последний. Ну вот, теперь можно высаживать. Подписывать я не буду, так как я и так знаю. Всего у меня 2 фиалочки. Листики отличаются. Вот, посмотрите, совсем их видно. Какие с одной фиалки и с другой. Они совсем с этой вообще вот красные снизу листики. Вот такие вот. Их видно. Ну и так они как-то сами. Форма у них совсем другая. А это вот с этой. Вот буду укоренять. Просто я их вставляю. Неглубоко. И немножко придавливаю. Грунт вокруг листика. Вот так каждый листочек. Один. Второй. Теперь эти. Вот этот немного большеватый. Можно его еще обломить. Я его обломила. Вот так я обламывала. Я его показывала, как я не обрезаю ни ножом, ни скальпелем. А просто вот обламываю. Переламываю. Вот такой вот оставляю. Длины. И погружаю. Все. Придавила. Чуть-чуть земелька влажная. Они хорошо держатся. Точно так же и этот. Вот такие листики. Они намного дадут быстрее деток, чем листья вот эти вот нижнего и среднего ряда. Теперь я беру вот такие вот пакетики. Погружаю туда стаканчик. Вот в этот пакетик. Маловатенькие. Больших не нашла. Или были сильно большие размером. Или вот такие. Ну, для таких стаканчиков как раз они хорошо подходят. Просто неудобно. Немножко. Все. Погрузила. Закрываю вот так вот герметично. Закрываются они. И больше не надо. Не поливать ничего. И месяца три я не буду сюда заглядывать. Поставлю в светлое место. И пусть стоят они. Все. Вот так. Вот так я укореняю фиалочки. Кому понравилось мое видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Дизлайки, если не понравилось. И выращивайте себе такие цветочки. Дизлайки. 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 Дизлайки.